добрый день девчонки нас собирается уже хорошее количество пунктуальные вы наши как вас настроение как погода у нас жара начинается лето пришло и как ни странно но летом больше всего нужно ухаживать именно за руками лицо мы с вами уже изучили волосы изучили кто в чате клуба красоты и здоровья недавно я вам показывала что у меня творилось с волосами и вот пожалуйста легко расчесала ничего нету не расчесывая как я уже говорю супер супер будем начинать сейчас один момент да у меня вебинар долго все равно все всех уведомила будем начинать и так сегодня мы поговорим как обычно значит у нас будет теория сегодня я думаю вы много чего узнаете и из домашних рецептов да я и такое подготовила будет у нас и такая интересная тема чтобы не задерживать время все рецепты мало ли я знаю что некоторые у нас есть которые любят хендмейт как говорится поэтому чтобы не задерживать все сброшу в чат все слайды и конечно поговорим и про профессиональный уход но так как я этой темой занимаюсь очень давно расскажу почему потому что чтобы вас не обмануть до класса наверное девятого или восьмого я называла у меня аллергия на землю рассказываю почему потому что как только начинались вот это вот эти весенние работы я не знаю почему не было перчаток или как бы мои родители с таким не сталкивались ну и как бы у меня такого не у них такого не было и как только начинались вот эти работы у меня сразу шло шелушение вот здесь вот между пальчиками такое шелушение все чешется и вот я сама себе придумала у меня аллергия на землю поэтому я руками занималась темой рук занималась очень долго плюс сами по себе у меня руки больше половину жизни также даже 75 процентов моей жизни всегда холодные об этом мы сегодня тоже поговорим плюс есть такая проблема как потеют вот это все есть у меня но благо после того как я начала работать только в перчатках с аллергии на землю я позабыла уже что это такое и вот сражаюсь со своими руками изучаю но готовясь к нашему занятию изучила и сама много чего все начинаем как бы это не интересно и звучало но старение кожи рук начинается гораздо раньше чем нам этого хотелось бы и объясняется это несколькими причинами и одна из них что за день наши руки и чем старше мы становимся тем больше переделывают сотни а иногда и тысячи дел за день и поэтому за ними нужен особый уход и внимание если же грамотно это все делать можно добиться того что руки будут выглядеть молодыми и не выдавать возраст я думаю вы все слышали что женщины мы уже изучили смотрят первое что лицо шея область декольте волосы и конечно руки вот не надо далеко идти я думаю вы все знаете звезд и наших и зарубежных которые наделали себе грубо говоря кучу пластики но ручки 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 их выдают кто это видел ставим единички ну и поговорим про причины быстрого старения кожи рук ну первое это наверное все таки особенности строения что ни говори все мы с вами индивидуальны я уже про свою индивидуальность вам рассказала смотрите что у меня творится видите какие меня влажные потные руки как говорится ну здесь еще плюс жара но есть огромный плюс моих руках у меня почти нет такой проблемы как шелушение как различные сухости как я видела у некоторых что есть просто неимоверно сухие руки даже они моложе меня где все покрыто просто иногда как кортой как будто как говорится как змея которая скидывает свою устаревшую кожу у меня таких проблем нет но у меня есть другие проблемы которые вы сами видите но вот здесь девчоночки особенно на тыльной стороне очень тонкая кожа она намного тоньше чем лицо поэтому очень даже плохо когда многие пренебрегают уходом и пользуется только когда чувствует что вот у меня сушит кожу рук то есть вот там раз в три дня она почувствовала что у нее сушит и она попользовалась каким-то кремом какой есть а на самом деле мы об этом сегодня говорим нужно ухаживать точно так же как и за лицом а вы уже увидели что за лицом нужно ухаживать ого-го как и чтобы ну с этим мы будем разговаривать что делать чтобы избежать сухости обезвоживания также влияние внешней среды то есть кто где живет у кого какая вода кто где работает кто-то работает где нужно допустим вот медики постоянно чтобы были руки в перчатках я думаю вы сами понимаете что это не очень хорошо когда ты всю жизнь ну не всю жизнь но процентов 80 жизни все время в перчатках на работе или же у кого-то постоянно руки в воде бывает такое кто-то пользуется перчатками кто-то нет также есть вот кто-то работает на улице я например всегда не понимала может из-за того что я тема лица и тема рук для меня на самом деле волосы это мои любимые темы и я всегда не понимала тех кто выбирают профессию я понимаю что может они из выбора не было или что ладно если это мужчины вот каменщики допустим вот я живу много микрорайоне где постоянно каждый год возводится один а то и два новых дома и как посмотришь они работают и днем и ночью и в любую пору года тот фонарь до часу ночи иногда может светить а когда они не успевают они вообще работают две смены и это в основном мужчины но есть же и женщины каменщики я конечно не встречал но вот эти штукатуры маляры и так далее то есть ты тоже постоянно работаешь вот то в холод то то в жару то 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 есть у меня вообще была знакомая девочка она у нее была проблема она говорит мне так надоело быть черной а она на самом деле ходила как микроидная раса ну там первая стадия а все из-за того что она работник коммунхоза и сезон весна-лето они все время в теплицах на улице и она на самом деле была просто черная и лицо она пользовалась отбеливающим нашим кремом она остальное не знала куда деть поэтому это как говорится влияние внешней среды так неграмотный уход но об этом мы тоже сегодня поговорим ну и конечно контакт с бытовой химией благо я надеюсь у нас нет таких кто не пользуется косметикой для дома фаберлик потому что у нас называется не бытовая химия а именно косметика для дома потому что она не вредит ни окружающей среде них нам не нашим ручка и только вот средства для духовок я всегда говорю что нужно пользоваться в перчатках потому что конечно не слезет кожа но сухость будет остальное все можно делать без перчаток и так основные рекомендации по уходу я уже сказала что кожа на кистях более тонкая и она тоньше 4-5 раз чем лицо и поэтому и содержит меньше липидов то есть защиты а ладонь вот заметьте вовсе лишена сольных желез я счастливчик то со мной ставим смайлики какие-нибудь это опять же повторюсь с одной стороны и плохо и хорошо поэтому кто смотрел мою историю знает что насколько я раньше была человек комплексов настолько я потом из всех своих комплексов увидела только плюсы но так это каких людей как я очень мало да 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 поэтому верим не то что на слово а я думаю многие с этим столкнулись что ладони часто подвергаются обезвоживанию я сама не раз видела потому что офис уже имею 10 лет иногда просто люди приходят и показывают помогите может у вас есть что-то чем можно помочь сейчас конечно на это все мне нет времени а раньше у меня на пв проходили мастер-классы который самый легкий это был наш гран-при который один из шагов показывала вам сегодня люба кто не может найти они были на распродаже срок годности вышел но я думаю так как это была популярная наша штучка изюминка и опять же повторюсь шикарнейшая вещь чтобы делать мастер-классы и потом вуаля идут заказики поэтому я думаю верну но нужно всего лишь запомнить что нужно рукам и понятное дело чем сложнее у вас сейчас кожа на руках тем дольше нужно за ней ухаживать но если вы будете это все делать все получится тем более понимаю кто-то скажет бьет по кошельку но у кого есть наша система abc открою вам секрет секретов на руки ее тоже можно пользоваться до ванна стоит но это дешевле чем польза идти в салон на какой-нибудь спа уход или же в крайнем случае я например всегда когда делаю скраб для лица обязательно затем делаю еще таким вот образом полностью ручки всегда у меня даже муж эту процедуру полюбил и так увлажнение то есть увлажняющий крем должен быть с вами всегда и вот до тех пор пока я не пришла в компанию фаберлик прям это было про меня потому что у меня так сушила кожу рук вам просто не передать сейчас об этой проблеме я уже забыла но еще даже год назад у меня свекров пока не начала как говорится я свое возить она у меня брала только порошок и пятновый водитель остальное как говорится по привычке и вот только там помоешь посуду не буду называть средства и все и домой я приезжаю и целую гору крема и прям не впитывая потому что у меня снова идет сухо сейчас я про это забыла там сейчас можно сказать всем заведует муж поэтому всегда там все наши фаберлик а раньше дал меня на работе был свой сумочки хотя сейчас тоже самое вот я работаю на кухне на кухне тоже есть кремик и вот я не могу его не показать очень не полюбился прям очень он самый жирный крем который у нас есть сейчас это серия love идет универсальный крем 4 плюс идет для лица руки тела но я использую его для рук самый жирный крем их как вам сказать чем-то наверное напоминает не вею в банке вот чем-то здесь нет никакой отдушки но это самый жирный крем вот но опять же у меня на тумбочке один крем на работе второй крем есть отдельный крем мужа пока он пару раз не съездил командировки когда работал на строительство фермы и не приехал с просто страшными руками до этого он совсем не пользовался кремом для рук сейчас он уже сам разбирается какой ему нужно крем для рук я ему дала попробовать так он этот ничего мне не помогает это тону сами понимаете если человек работает физически там на самом деле грубая кожа рук так вот это его любимый крем правда здесь осталось на два раза точно но это для него самый крутой крем зима идет в банке опять же универсальный так как их уже нет я думаю ему вот этот понравится но как всегда как только у нас зима я сразу беру две банки потому что муж пользуется только таким кремом каждый день если раньше мне нужно было напоминать сейчас он этим пользуется сам я думаю больше даже не нужно ничего рассказывать реклама в массы пошла если уже он начал пользоваться значит помогает да вот это универсальный крем для тех кто чем ничем не пользуется здесь если хочешь можно и руки и ноги и лицо и так далее дальше специалисты рекомендуют наносить крем с глицерином значит крем с глицерином это может быть любой все составы вы можете почитать у нас как говорится вот у нас сейчас серия моя раньше любимая про руки про ноги по чуть-чуть уходит только где-то на распродаже было сейчас hands огромная коллекция в серии но раньше я специально для себя брала те кремики где невкусный аромат то есть вот различные вот сейчас вам покажу вот типа бьюти кафе или витамания они все вкусненько пахнут но они обычные легкие кремики по другому просто легкое увлажнение или же там для рук и ногтей но если у вас есть какие-то проблемки я всегда брала крем допустим с подсолнухом там вот допустим еще с пантенолом и так далее то есть там где невкусный лично для меня аромат но он справлялся очень и очень классно вместо крема для рук можно использовать средства для лица я этим иногда тоже занимаюсь если вдруг что-то где-то так случилось что я подхалтурила и у меня вышел срок годности в маске какой-нибудь для лица или в креме для там ночном или дневном для лица я не знаю как вы но я такое не выбрасываю это все дело у меня идет на руки и на ноги кто делает так тоже ставим двоечки для лица не рекомендую использовать потому что вы сами понимаете сначала вы будете пользоваться все будет хорошо но все имеет накопительный эффект и потом вам кожа покажет какая же ты хорошая что ты меня накормила напоила вот этим непонятно чем и значит есть у меня вот такая вот увлажняющая маска вербена старой упаковке девочки это мега крутая маска для рук в ней я где-то брала на распродаже срок годности вышел я и брала может пять или шесть штук в общем одна у меня осталась она очень жирная очень питательная и вот если у вас сушит руки но именно вот здесь круто наносишь просто как маску потому что если нанести здесь затем сколько бы ты не смывал ну лично для меня остается вот эта жирность а так как у меня руки потеют сами по себе от природе такое чувство что они меня ну потное все время а так получается наношу просто на тыльную сторону рук девочки просто бомба проверено поэтому любую маску для лица ну конечно если это не пленочная можно использовать я думаю тем более наши вы все многие в чатах есть кто-то показывал как даже наши патчи айсиул сверху на тыльную сторону один наклеили и затем когда снимаешь особенно чем взрослее у тебя рука тем лучше видно как разглаживаются все морщинки поэтому уход за руками всегда я всегда когда наношу масочку или вот допустим когда крем на лицо наношу я ну не экономлю если раньше я экономила я сейчас не экономлю то есть я наношу он может остаться и затем обязательно обязательно все проделывается с руками поэтому как говорится лайфхак дальше отшелушивание раз неделю отшелушиваете руки с помощью скраба значит у кого остался гран-при помним об этом если нет опять же повторюсь мы можем использовать обычный скраб для лица если у вас сухая тонкая или чувствительная кожа и вам скрабы противопоказаны лайфхак их можно брать для рук особенно если есть какие-то распродажи почему я люблю распродажи неважно с ограниченным сроком годности или нет я все всегда себе беру по пять по шесть баночек я знаю что разойдется и вот не знаю я просто периодически часто где-то что-то рассказываю расскажу вам если что-то где-то на распродаже вот допустим сейчас у нас июнь вчера появилась распродажа с ограниченным сроком годности там на чуть-чуть срок до июля то есть грубо говоря кто-то подумает о за месяц я его не использую но опять же повторюсь я где-то это писала но может кто-то не слышал у нас специально компания очень сильно следит за тем чтобы соответствовать всем 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 гостам и стандартам всех стран так как у нас компания вы знаете 42 странах но сейчас есть некоторые нюансы но все равно поэтому идут минимальные сроки то есть вот допустим все крема 18 месяцев после после изготовления то есть полтора года но если еще полгода после срока годности можно использовать но это не значит что он у вас открыт то есть я всегда на всех распродажах все беру потому что еще после вот этого срока годности полгода еще можно использовать то есть вот пришел допустим вот сейчас я карбокситерапию брала я взяла себе три упаковки я знаю что за полгода я ее использую сто процентов тем более одной карбокситерапии где-то на три на четыре раза если делать раз в неделю вот как раз но я вчера показывала вам будет не видно на каждой банке на косметике везде 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 на косметике для дома есть сзади значок где баночка с открытой крышечкой и написано или 6 м или 8 м или 12 у нас 12 м бывает только на косметике на мыльно-рыльном как говорится такого нет это значит сколько после вскрытия поэтому обязательно вот такое вот смотрите и после скраба обязательно нужно наносить крем обязательно даже если вам кажется какие у меня классные гладенькие руки и так далее вы не забывайте что вы чуть-чуть подправили свой эпидермис и нужно защитить то же самое как и лицо после пилинга скраба и так далее отшелушивающего какого-то или там вот гель скатки мы тоже пользуемся обязательно тоники крем точно так же и здесь вот кстати спасибо скатка я не пробовала руки делать конечно оно же пришло со склада поверьте на складе точно некогда открывать каждую баночку чтобы вам пошел срок особенно у нас все запечатано то есть про это даже можно не думать дальше значит мы поговорили увлажнение отшелушивание значит кто ходит на маникюр помнит что всегда все мастера по маникюру советуют ухаживать еще и за кутикулой чтобы вот здесь вот возле ногтей неважно обрезаете вы ее или не обрезаете она первую очередь сохнет особенно когда приходишь после маникюра и на следующий день если ты ничем не обработал тем более у нас есть маслицы специальные обязательно будет сохнуть а если вы ее и не обрезаете в итоге получается заусеницы вот откуда они получаются что не ухаживаем именно за кутикулой поэтому это не долго занимает нанесла кремик вот я допустим вот таким вот образом затем пошло вот так и каждый каждый пальчик и обязательно кутикулу я прорабатываю во первых это идет и массаж для рук а не просто как никто меня так муж и лежит вот так вот серьезно и так вот прижит нужно проработать каждый каждый пальчик обязательно я просто сама не раз видела как это все делается и и питание значит питание это питательная крема чем отличается питательные крема от увлажняющих точно так же как дневной и ночной ночной идет питательный то же самое и здесь питательный это более уже жирный крем его рекомендуют использовать на ночь но если у вас очень сухая кожа рук тогда вам питательный можно использовать постоянно а лучше всего брать бальзамчики для рук об этом поговорим чуть позже значит ну я думаю питание так понятно если обезвоженная сухая чувствительно есть такая вот у людей холодовая аллергия то есть чуть чуть подмерзла и уже зимой просто страшные получаются руки у кого-то после мытья идет шелушение поэтому здесь нужен питательный крем так про маски я рассказала так про маски на 10 минут это сказала так и защитные кремики есть значит защитные кремики них хочу ни на кого наговаривать но очень многие этим пренебрегают знаю по себе и знаю по тем как берут очень редко в заказа защитный крем знаете кто берет кто работает с водой люди поняли что защитный крем он создает как будто какой-то вот барьер на руках который предотвращает вот допустим к примеру ты работаешь с водой часто руки в воде особенно если ты не пользуешься перчатками и в итоге если ты нанесла за минут десять защитный крем затем когда ты вот примеру помоешь пол или тебя там генеральная уборка и так далее затем когда ты вынимаешь руки из воды прям видно как капельки у тебя на руках то есть они не полностью влажные а капельки это получается защитный крем не дает сильно особенно вода какая у не знаю как у вас а у нас не успеваешь чайник чистить не поступает вот это все в руки и потом не будет сухости вот но кто-то не знает я думаю много кто не знает что защитные крема и дают предотвращение к гиперпигментации в основном гиперпигментациях на руках сталкивается уже возрастные руки после 40 а кстати ближе от 50 плюс почему у нас в серии доктор кор появились вот именно крему против для рук и против пигментации поставьте пожалуйста троечки кто видел руки вот которые как веснушка но опять же повторюсь защитный крем помогает предотвратить это все поэтому девчонки сейчас у нас лето у каждой у нас должен быть вот именно защитный крем то есть вот именно перед выходом на улицу во всю можно пользоваться защитным кремом он кстати очень быстро впитывается и прям чувствуется что какая-то пленочка вот и вот например там где я живу сто процентов с апреля по октябрь то есть точно так как идет солнцезащитка должна быть солнцезащитка для рук а кто-то скажет ой а солнцезащитного крема для рук не это только для лица вот вам пожалуйста вас должен быть защитный крем значит ежедневный уход за руками мы уже многое изучили но повторим как говорится значит каждый день после любого контакта с водой девочки насухо вытирайте руки хотела сказать подымите руку не подымите поставьте не знаю восклицательный знак кто сделал так тринь тринь а в себя что-то там вытер ну если не на кухне и пошел довольный я руки помыла я молодец видели нас таких миллионы нужно обязательно вытирать насухо руки знаете короче девочки чувствую мы будем долго с вами беседовать но я не могу это не рассказать значит как только у нас появилась линейка сингара которая сейчас идет под логотипом нашим значит там был у нас значит мужской спрей для тела женский антибактериальные носочки и ручки в общем различные вот такие средства вот помните нас такое было и вот такие у нас еще спреи были и вот приезжала сама основатель вот этой серии сингара по странам ездила с обучением но понятное дело новый продукт мы должны это все изучать и вот очень хорошо помню рассказывает нас было два дня занятия и вот первый день рассказывает 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 и вот она приводит такой пример вот смотрите говорит вы идете в общественный туалет так так вот сходили все в общественный туалет и говорит что потом все считают ну надо же как бы сходить помыть руки ну я же был в общественном туалете как бы вообще после туалета принято мыть руки и говорит но в процентах говорит 15-20 есть где нормальный общественный туалет то есть есть мыло есть теплая вода есть салфетки есть сушилка но лучше использовать салфетки есть салфетки то есть вы вот нормально сходили в туалет но если вы выходите с туалета и там только вода это холодная вот представьте вы носитель своих бактерий пришли сходили в туалет намочили руки а здесь летает куча бактерий человеческих тысячных и плюс еще туалетные бактерии вы намочили помыть ну высушить помыть нормально вытереть нечем и к вам прилипли тысячи чужих бактерий и вы довольны что я после туалета руки помыла пошла в общем рассказывает оба это все через пару минут у нас перерыв ну потому что целый день занятий девочки было так прикольно смотреть когда все идут в туалет а так как ну понятное дело снимали подешевле чтобы люди все смотрят чтобы дешевле купить билет а если дешевле купить билет сами понимаете к чему это все приводит и вот как бы ну туалет туалетная бумага есть извините что такие подробности рассказываю но как как есть а вот вот этого всего что она рассказывала в самом туалете нету то есть руки помыла и максимум сушилка и опять же повторюсь девчонки ни один человек не мыл руки то есть представляете как все услышали ну одним словом она рекламировала вот спрей для рук с пребиотиками то есть вот он на сто процентов убивает все бактерии благо коронавирус нас научил помыть руки кто до этого не делал поэтому например как не знаю как у кого у меня всегда есть наш гель антисептик который сто процентов помоет руки вот но опять же повторюсь что вот нужно вытирать насухо руки то есть девчонки даже если в туалете есть вот этот сушитель он на сто процентов во первых не убьет вот эти все бактерии во вторых мы наоборот еще ну делаем хуже рукам но вот не могла не рассказать дальше после того когда вы помыли руки обязательно увлажняющий крем да кто-то скажет это мне получается надо где-то там 5-7 раза может и 10 кремом польза ничего страшного увлажняющий крем на то он увлажняющий он очень быстро впитывается прям очень вот с питательным до питательный на ночь а вот самый крутой вот этот девочки 26 08 дальше мойте руки теплой водой вспоминаем про волосы не горячий или холодный а теплой понятное дело здесь про мыло не нужно говорить но мыло должно быть именно увлажняющее то есть это должно быть мыло натуральное у нас благо есть сейчас много мыльца кто любит жидкие мыло лучше всего крем мыло значит если вы с кем-то работаете и видите что у человека страшные руки всегда спросите какой вы рук водой моете руки то есть или человек овсе часто в холодной холоде или же он любитель горячей воды и из-за этого понятное дело не из одного раза вот человек извините энное количество лет всю жизнь делает так понятное дело у него будет сухо шелушение и трещины так для мытья выбирайте мягкие очищающие средства это я вам уже сказала то есть всегда смотрите на состав мыло а у нас что люди делают какое мыло покупает чем больше грамм ну это что или сколько там максим может быть у 100 грамм смотри как дешево стоит а у вас а у вас всего лишь 65 или там 70 грамм чё это ну как бы вообще ни о чём мы забываем что у нас компания все тщательно подбирает и смотрите в очищающих средствах для рук кислотность щелочной баланс должен быть не выше ph 5 то есть если заняться вот этой темой вы сами себе можете даже сделать диагнозы как говорится посмотреть почему у меня или там моей знакомой свекрови мамы там сестры и так далее какие-то проблемы вполне возможно что-то где-то не используется да да так я вам о чем и говорю что это не значит что я там такая или кто-то мы все такие я сама могу рассказать вам как лет я скажу может лет восемь назад когда меня подружка рассказывала что она вовсю берет наши жидкое мыло смородина земляничка это просто обалденно что я говорю ты чё там всего лишь 300 грамм вот сейчас у нас 200 а раньше были по 300 ты чё я за это сумму могу купить литр а если там допустим подсуетиться то и вообще бадью 5 литров ну я думаю вы понимаете о чём пока я не попробовала девчонки сейчас я всегда это всем рассказываю что просто нужно попробовать что такое жидкое мыло фаберлик дальше после работ в саду в огороде и так далее тем более сейчас ни в коем случае не трем руки жесткой мочалкой ни в коем случае иногда бывает особенно если там пололи и так далее все зеленые кто-то щавель я знаю кто-то лимонку в общем кто на что гораздо ни в коем случае это не делаем потому что мы сами себе вредим рукам кстати лайфхак особенно для мужчин я думаю много кто из мужчин там когда вот допустим там чинили машину и так далее сами понимаете что такое мазута что она прям все микротрещинки залазит ну в общем страх и и и и только так вот 30 217 или 30 219 универсальное средство для пола или же био не помню какой артикул шикарнейший помощник чтобы помыть руки и не сушить кожу рук его нужно очень и очень мало так как она концентрированная буквально чуть-чуть и пожалуйста поэтому девчоночки все подарили мужу в гараж 30 217 или 30 219 и все и вы забудете что такое муж со страшными грязными руками и и даже я знаю что есть мужчины которые чистят вот занимаются ремонтом машины так далее вот моют аккумуляторы и так далее вот от этого всего вот нашим 30 217 дальше во время уборки но об этом и миллион раз сегодня сказали только хозяйственные перчатки они защитят кожу от взаимодействия с бытовой химией я даже если буду пересаживать один цветочек обязательно один перчатки даже если там они почти не вы и испачкаются вот недавно перебирала маленькая ведерко пятилитровые клубники я понимаю что можно тем более она большая там минут 10 15 но девочки я себя люблю я например знаю что этой рукой я почти ничего не делаю все я буду отрывать делать право я отдела перчатку хотя бы на правую руку но я все 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 делаю перчатку а сейчас поговорим про уход за руками по возрастам значит как я уже сказала что кожа рук тоже подвластна преждевременному старению вы все подтвердили что видели что даже звезды не могут столкнуться с тем что кожа рук стареет и вот не знаю лично я не слышала что можно делать какие-то косметические операции на руки кстати я этого не слышу вот поэтому чтобы это приостановить извините если вы до этого что-то где-то не знали и вы скажете ой как жаль что мне не 20 ой как жаль что мне не 30 ничего страшного во первых ухаживать никогда не поздно во вторых у вас растут дети внуки у вас есть знакомые там невестки подружки коллеги и так далее показывайте что вы умная чтобы эксперт по красоте и вас начнут ценить вам начнут обращаться и вас вырастут заказы продукции компании фаберлик и так 20 плюс вот не зря я не слышала потому что видно не придумали это еще значит опять же повторюсь мы говорим про домашний уход значит 20 плюс им повезло для них главное чтобы был кремик вот чем пожирнее не увлажняющий от чем пожирнее то есть это может быть глицерин какие-то там масла там же жаба и так далее не знаю правильно ли я это говорю или нет различные вот кислоты и конечно не забывать пользоваться перчатками то есть в 20 плюс можно просто на ночь пользоваться каким-то там кремиком и так далее но опять же повторюсь все зависимости от ваших каких-то нюансов потому что говорю например лично я у меня была куча различных нюансов значит но давайте не будем забывать что даже у нас фаберлик есть детский крем вот допустим вот такой или же есть по моему кошка детской коллекции дальше 30 плюс значит 30 плюс конечно требует большей самоотдачи здесь кожа уже по чуть-чуть и начинает и стянутость и тонус терять и реагирует на какие-то вот агрессивные воздействия плюс все таки уже дома свои квартиры уже хозяюшки уже началось затем дети благо сейчас есть машинка стиральная раньше я как вспомню я это тоже еще застала когда стирала на перемешку с мамой поэтому вот здесь уже нам нужно более тщательно ухаживать за этим всем поэтому здесь выбор различные кремы с антиоксидантами с это могут быть такими компонентами которые стимулируют обновление клеток то есть может быть восстанавливающий крем могут быть есть такие кремики которые улучшают микроциркуляцию крови это именно для таких у кого такая проблема как и у меня то есть часто холодные руки вот если такая вот проблема нужны такие кремики и плюс нужно самой для себя почаще делать именно самомассажи то есть не так как я говорила все все крем сделала все крем нанесен нет каждый пальчик каждый пальчик промассировать прям промассировать и девочки у кого есть вот это привычка тянуть вот этот каждый палец вот меня сколько не тяни он фиг треснет меня если треснет то мне уже болит кажется что я уже что-то сломала потому что я никогда не понимала помню своих одноклассниц которые постоянно ходили вот так вот трещали теми пальцами зачем это делать а потом сами же чуть-чуть что сталкиваются с тем лично видела вот такую ситуацию что чем старше становишься из-за того что ты постоянно трещал вот этими костяшками затем идет идет искривление пальцев или же вот эти вот как они называются на флангах в общем вот эти вот штучки косточки расширяются я не знаю видели вы такое или нет но это все из-за того что постоянно ходили трещали или только у меня такие были одноклассники дальше опять же 30 плюс продолжаем один-два раза в неделю используйте мягкие скрабы или крема с аха кислотами вот спасибо лариса и вот заметьте затем там военное количество лет сталкиваемся с артритом а до этого вы просто поспрашивайте у тех кого такие страшные руки они скажут ой я тяжело там работала в молодости еще что но процентов 80 будет тот кто трещал своими костяшками вот валентина расскажите вас было такое когда-нибудь или может есть просто на физиологическом уровне что сами по себе были вот эти трески вот валентина спасибо вам большое что на своих ошибках кого-то научите всем рассказывайте и мы будем всем рассказывать значит аха кислоты у нас пилинг есть для лица не жалейте делайте для рук много его туда не нужно и не забываем зимой защиту питательным кремом дальше как правильно ухаживать за руками 40 плюс значит здесь кожа понятное дело становится еще более уязвимой вот да я помню валентина что это на самом деле было круто и я помню тянули все а у меня где-то что-то где-то как треснуло мне аж заболела а у них понятное дело не пару раз потрещали для них это уже норма жизни как говорится так возвращаемся 40 плюс значит во первых как говорится ты сама по себе становишься уже постарше ты пережила более 40 зим плюс у каждого свои ну своя природа свой климат и так далее то есть у кого-то там больше чем полгода зима у кого-то больше чем полгода лета и так далее то есть это все тоже подвластно поэтому в перепадах температуры зимой и летом идет уже различная обезвоженность и шелушение дальше солнечное излучение гиперпигментацию мы с вами все запомнили что защитный крем дает профилактику гиперпигментации девчонки спасибо что пишите не стесняйтесь пишите мы здесь друг друга обучаем и в записи не будет не будут убираться комментарии чтобы все видели кстати если плохо видно зачитаю что написала нам женя недавно детьми была у ортопеда сказал что трещание состава это первый признак их неправильное настроение дальше к ежедневному увлажнению нужно добавлять питание то есть уже после 40 плюс во сто процентов должно быть несколько кремов для рук то есть должен быть питательный на ночь каждый кожнюткий как бы это не интересно не звучало вечер в вашей тумбочке или там где прикроватной или у кого как должен стоять питательный крем я например лично когда вечером наношу крем на руки я обязательно прорабатываю локти обязательно прорабатываю колени наношу не знаю почему как-то у меня привычка давно если вдруг я много нанесла крема проработаю и ноги даже если не собиралась сегодня ничего наносить также к ежедневному увлажнению нужно добавить и процедуры такие как маски парафинотерапия и обертывание как говорится никого не хочу осуждать но хотя я живу и в маленьком городе но так как я уже на ногти на маникюр скажу вам сейчас сколько я хожу 13 лет я уже хожу на маникюр и несмотря на то что у меня маленький город мастер по маникюру у меня очень продвинутая она обучалась везде сейчас уже в москве и так далее и давно давно она мне предложила такую процедуру как парафинотерапия то есть я еще работала в школе лет 10 назад я абсолютно никогда про такое не слышала и с тех пор я вам рассказала какие у меня были руки и она видела какие у меня руки и так как у меня руки постоянно потеющие мне нужен совершенно по-другому ухаживающие средства даже при этом для того чтобы сделать маникюр потому что все что мне не клеилась сюда все отклеивалась то есть я две недели могла спокойно походить а затем шло отклеивание то есть если сделать вот так вот ноготь и она и все поднялось вот поэтому ну а сами понимаете все таки хотя бы три недели я должна выходить без всяких нюансов вот поэтому совершенно другое идет уход и вот она мне предложила парафинотерапию девочки это нечто в любом салоне где делают маникюр будет парафинотерапия сто процентов конечно сейчас кто-то может сказать ой все можно купить девочки все можно купить но вот ту не знаю как он называется парафиноразогреватель я думаю он стоит только что вам хватит четыре раза в год сходить на парафинотерапию несколько лет и затем когда я пару раз ходила я просто спросила слушай а на ноги можно такое сделать на конечно девочки как только я чувствую что на моих гипер увлажненных гиперувлажненных руках это появляется какая-то чуть-чуть сухость я сразу пишу века мне нужно на парафин только нужно предупредить за часика два чтобы он растаял и все я приехала девочки это кайф самой для себя где-то полчаса так как тебя заложили руки а еще и лучше ноги и просто сидишь кайфуешь так как ты не можешь не в телефоне посидеть ничего ты просто кайфуешь сама с собой затем руки просто нечто дальше уход 50 плюс в основном это уже начинается менопауза у каждого по-своему например у моей мамы ну вот где-то может 51 52 это все наступило и так как перед когда начинается у любой женщины менопауза почему многие говорят наверно темно стало почему многие говорят что чем дольше у тебя идет менструация тем даже не многие а вообще как бы доказано то ты тем дольше будешь моложе выглядеть а как только прекращается менструация все сразу идет увядание кожи и увядание кожи идет везде руки тоже и плюс начинается и истончаться сама по себе вот это вот тыльная сторона плюс как я уже говорила гиперпигментация и так далее поэтому кроме крема нужно обязательно обязательно значит в летний период кремики защитой от ультрафиолета мы все с вами знаем что это может быть защитный плюс в серии доктор кор у нас появился крем возрастной кстати сейчас за 20 копеек но беларуси дарят для неактивных мега крутой крем и вот с этой же серии есть вот именно период менопаузы крем согласно юля к этому и стремимся отнесем нашу менопаузу чем подальше значит для более эффективного ухода за кожей рук конечно можно добрый обратиться к косметологу если у кого то есть такая возможность и они делают вот такие процедуры как пилинги с кислотами но можно никуда не обращаться можно заказать пилинг с ах кислотами для лица использовать для рук как мы уже про это сказали они девчонки обладают и отбеливающим эффектом чем отличается пилинги у косметолога там более высокая степень кислот то есть у нас девять процентов это для домашнего использования ну так как он делался для лица почему потому что остальные проценты уже 20 и выше нужно чтобы ты лежала с закрытыми глазами сама себе как говорится ты это не сделаешь вот поэтому у нас для домашнего использования дальше парафинотерапия про нее мы поговорили дальше мезотерапия у нас есть мезотерапия для лица можно делать спокойненько и для рук чтобы омолаживать кожу рук и биоревитализация это уже инъекционно введенная в кожу гиалуронка так дальше уход за возрастной кожей рук возрастная кожа рук это считается 40 плюс вот значит что можно сделать чтобы не посещать косметолога исправляться как говорится самостоятельно значит нужно смягчать шелушай 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 шелушащийся вот эпидермис скрабами но чем раньше вы это будете делать скрабики и так далее тем лучше у вас будет выглядеть кожа рук 40 лет поэтому лично я у нас как только появились гранд-при с тех пор я ее и использую то есть 30 еще не было дальше пользоваться возрастными увлажняющими кремиками то есть доктор кор можно брать уже легко дальше если у кого-то есть отчетливо проступающие вены на руках ну понятное дело в домашних условиях вы их не уберете пигментации мы сказали что может сделать дальше ломкость ногтей спасет курс витамина b это просто как говорится для знаний а дальше где его взять знаете с неровностями кожи справляется кремы с ретиноидами значит это у нас может быть опять же серия эксперт для лица вот сыворотка допустим с коллагеном вот сделайте себе такой эксперимент например нанести на одну руку с сыворотку с коллагеном а на вторую не нанести на ночь но мы говорим не про ладошки а про тыльную кожу вот здесь дальше для устранения желтого оттенка ногтей недостаточно обрабатывать пластины эфирным лимонным маслом девочки кто скажет кто может столкнуться что становится желтого оттенка ногти ну понятное дело мы говорим про свои ногти не про гелевые не про сли гель лака или шей лака а вот про свои натуральные ногти да женя спасибо что подсказываешь но опять же повторюсь у нас сейчас просто теория кто знает у кого может появляться желтый оттенок да юля спасибо грибок есть но там совершенно другие ногти да девочки курильщики все не важно будь это мужчина или женщина впоследствии у них будут желтые ногти сто процентов сто процентов ну и конечно если уже заболевание печени уже ничего не сделаешь да 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 девчонки первый раз я вот это увидела почему я как бы всегда говорю что нужно учиться на ошибках чужих у меня дед всю жизнь курил махорку всю жизнь ну в общем ну сколько я помню ему было ну допустим ему было лет пятьдесят вот сколько я помню и затем когда у него был инсульт он упал и в общем сломал ногу в бедре и так как это уже старческое такое в итоге она в него неправильно срослась и 13 лет он лежал вот и я просто к чему рассказываю что понятное дело когда вот он уже начал болеть он уже ник не курил так вот у него автоматически он бросил и я до сих пор помню что я тогда не могла понять у него настоящие желтые были ногти несмотря на то что он потом бросил извините ты там 40 лет курил вот тебе и пожалуйста поэтому девчонки кто кого есть такая пагубная привычка насколько бы вы не старались быть красивенькими это все наказуемо значит здесь просто чуть-чуть расскажу вот эти все слайды я скину чат значит можно делать домашние кремы для рук и омолаживающий и успокаивающий и питательный и оно делается не тяжело но домашний крем долго не хранится поэтому если кто-то и холодильник вам не поможет то есть там максимум трое суток поэтому если вдруг вы что-то где-то хотите потестировать или делаете малю пасенькую дозу или же сделали и все вымазы на всех потратили значит массаж для рук самое простое что можешь сделать все себе сам как я уже сказала каждый раз когда вы наносите на руки крем поделайте себе самомассаж проработайте каждую фалангу каждый пальчик к каждую кутикулу ноготок и так далее сделайте сами все себе чтобы даже улучшить кровоснабжение на руках и особенно массаж показан тем у кого мерзнут руки летом ну я уже написала так это и я и при нанесении крема для рук двигайтесь легкими круговыми движениями от кончиков пальцев запястью вот круговыми 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 прям полностью все проработать но я кстати видела руки где даже ладошки прям как будто старые на самом деле видела такие руки я не знаю с чем это связано или человек сильно похудел или же у него такая сухая кожа на руках что даже ладошки такие просто морщинистые вот не знаю с чем это связано может кто-то тоже такое видел значит уход за кожей рук в домашних условиях значит вообще кожа на руках по структуре с чем-то сходно с нежной дермой вокруг глаз вот мы с вами где-то уже изучали кожу вокруг глаз мы говорили что ее нельзя растягивать что вот нужно наносить и вот такими похлопывающими движениями но очень редко кто правильно ухаживает за кистями а это и зря вот даже у меня потеют руки так они же меня потеют ладошка а здесь то у меня ничего не потеет а здесь нет никакой ни жировой ткани здесь происходит восстановление эпидермиса вот вы попробуйте где-нибудь даже вот поранились там обожглись там порезались и так далее особенно если ты порезалась не ножом а вот там лезвие допустим вот что-то другое только не нож там стеклышко или еще что-нибудь заживает намного сложнее вот потому что восстановление самого по себе эпидермиса на руках идет намного тяжелее чем на других частях тела вот и так 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 6 причин различных проблем точнее 6 распространенных проблем на руках значит просто как говорится перечислим вы сами для себя решаете какие у кого есть нюансики и будете знать что и где как решить значит трещины вот оксана писала значит трещины на эпидермисе во первых если это постоянные трещины и ничем не лечится то есть не так что вы там обморозились ну всякое бывает а вот если постоянные трещины на эпидермисе кстати это касается и ног первое что это может быть это уже грибковое заболевание это экзема это гиповитаминоз это гормональный сбой неприятность также может возникнуть при пренебрежении хозяйственными перчатками вот и чрезмерного загара то есть если не пользоваться солнцезащитным кремом и просто любить любить быть мулаткой шоколадкой это все может привести к тому что у вас будет просто немоверная обезвоженность кожи шелушения возникают из-за постоянного контакта с бытовой химией постоянного мытья или в горячей или в холодной воде мы с вами изучили что в тепленькой нужно дальше если какие-то мелкие повреждения и вот идут понятное дело шелушение грибок и генетическая предрасположенность сухая кожа рук распространенные причины отсутствие перчаток зимой недостаточное увлажнение косметикой дефицит витаминов обезвоживание организма аллергия или же длительный прием антибиотиков почему всегда рекомендуют после приема антибиотиков восстанавливать организм грубая ветреная кожа ну это я думаю понятно откуда берется покраснение может появиться из-за определенных заболеваний это экзема чесотка контактного дерматита крапивницы также у некоторых появляется краснота после укуса там коварок мошек и и так далее и появление пятен коричневого цвета часто встречается у женщин после 50 лет это гиперпигментация про то что мы говорили вот но 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 так желтые пятна указывает на проблемы с кишечником или желудком но если коричневые пятна на руках появились у молодой женщины то есть как будто гиперпигментация но вам не 50 вам нужно срочно обратиться к врачу не будем о грустном но всему свое время поэтому если вдруг какие-то нюансики сразу обращаемся к врачу как ухаживать дома ну мы об этом уже говорили значит понятное дело нужно кушать витамины в первую очередь тем более сейчас лето куча витаминов натуральных можно даже не покупать все в магазине можно купить у кого-то кто занимается вот этим всем и все равно у них выросли эти овощи фрукты ягоды значит косметику для рук подбирать нужно соответствующую и обязательно чтобы был уход за ногтями холодное время года крем для рук любой будь то для рук будь то для лица нужно наносить за 30 минут до выхода на улицу чтобы он впитался и подействовал они нанесли и побежали защитный крем для рук который зимний он наносится за 10 минут но понятное дело предполагается что вы его нанесли и потом одели перчатки так про перчатки мы сказали значит хозяйственное лучшее мыло растительное с витаминными добавками кто любит мыть руки с мылом кусковым я например привыкла к жидкому поэтому как бы у меня есть кусковое но просто мало ли что где как дальше про температуру мы говорили правильное питание но отказаться от привычек это понятное дело и к покупным средствам можно добавить приготовленных домашних условиях профессиональный уход за руками об этом мы говорили то что могут сделать вам профессионалы это пилинг это биоревелитализация это омолаживающая гликолевая процедура это пилинг для проблемной кожи медицинский маникюр и увлажняющий фруктовый пилинг то есть вот эти все пилинги между собой отличаются фруктовый я делала для лица спа уход за руками это то что я вам рассказывала парафино терапия мега крутая штучка рекомендую сходить и на руки и на ноги кто никогда не был сам ты никогда это не сделаешь это идет и профилактика и трещин и сухости и шерушение девчоночки если кто-то из вас не пробовал вы просто один раз ходите я вам больше даже рассказывать не буду вы как увидите какой результат все даже если вот допустим ноги у вас вот эти вот уже микротрещины и так далее сходите и вы про них забудете не с первого раза но вы про них забудете значит как это все делается я даже могу наизусть рассказать идет легкое скрабирование затем обрабатывается специальной масочкой наносится затем погружаешь три раза в парафин тебя так затянуло так ну представляете как свечка все затянуло затем на тебя надевают пакетик и одевают такую эту теплую как будто перчатку на специальную и все и 20 минут можно и 30 балдеж девчонки ну и поднято потом понятное дело опять наносится специальный кремик очень мега крутая процедурка маски для лица для рук вот скину слайдик это то что можно сделать дома 5 лучших глицериновая увлажняющая против морщин и шелушение так простая увлажняющая и травяная омолаживающая то же самое возрастные маски после 40 французская отбеливающая и действенная тоже все скину не буду задерживать ванночки для рук раньше у нас были ванночки для руки ног продажи я не знаю куда они делись может не пользовались популярностью как говорится не заценили наши девчонки не любят они себя но они очень и очень полезны и прям ну все имеет накопительный эффект поэтому тоже будут домашние приготовления пилинги и скрабы для рук тоже вот кто-то говорил что нет у нас продажи в кого есть например у меня меня все есть я еще три наборчика с этой серии есть жидкая перчатка по моему 2096 3 и омолаживающий кремик но у кого нет скину слайдик можете дома пробовать значит кремы для рук которые можно делать дома чем они отличаются от магазинных они пастообразные впитываются намного дольше кто не любит различные там консерванты отдушки и так далее конечно можно все сделать дома но сейчас у нас такой огромный ассортимент даже те кто аллергики кто не любит никаких отдушек опять же крем 4 плюс 2608 вот вам пожалуйста без всяких отдушек но как я уже сказала скоро портящийся продукт опять пару примерчиков парафинотерапия опять же вот вам пожалуйста кто хочет заняться дома скину рецептик как это все делается но мне проще сходить заплатить деньги сделал тебе профессионал и красивая и довольная пошла значит все топ-5 средств для рук которые очень классные но это опять же теория мы ищем то что есть у нас значит система сатин хэнс то есть все где идут содержание можно сказать сатина здесь идет три важных компонента то есть и смягчающие средства и скраб чтобы был желательно с маслом ши и очень классно если вы выберете себе крем с маслом ши понятное дело питательный крем и не забываем что нужно обязательно использовать я не знаю почему здесь написала защитный крем чтобы защищать и от контакта с водой и плюс гиперпигментация омолаживающие крема это у нас есть отдельно с хэнс серия омолаживающий крем и конечно доктор кор так крема с маслом ши я сказала беп антем бальзам восстановитель бальзам для рук очень для сухой кожи да конечно его надо попу втирать можно сказать но эффект вы увидите сразу и опять же девчонки не забываем про ногти и бальзам для рук я сказала ногти значит так как я опять же приверженец зашел заплатил деньги тебе сделали все красивенько но я знаю что есть девчонки которые любят заниматься вот с этим всем чтобы были чтобы самой сделать вот эту всю красоту поэтому вот для вас ну во первых есть да мы сейчас все посмотрим есть отдельно крем для руки ногтей они легкие есть значит во первых нас есть маникюрный аппарат который идет и для маникюра и для педикюра значит если нет опять же недавно у нас появились есть и ножницы вот все вот эти аксессуар очки у нас очень мега крутые со стали профессиональные и ножнички значит фрезер с тремя насадками это в аппарате у нас есть для маникюра педикюра щипчики для кутикул есть апельсиновые палочки у нас есть и пилочка пилочка есть песочная точно и вот такая металлическая с обратной стороны тоже для обрезания кутикулы значит уход за руками после маникюра если вы это делаете сами значит для ослабленных ногтей то есть те как у меня что вот сами по себе ногти тонкие особенно если ты помыла посуду прямо не гнуться меня в разную сторону чуть что слоятся вам нужно мелкозернистую пилочку то есть вот такую вот металлическую где насыпь вот такая мелкая 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 если вы возьмете стеклянную вы сразу она очень острая и вы прямо один раз как говорится тиранули и вас сразу пол ногтя нет поэтому лучше не брать вот такую металлическую а вот те у кого здоровые пластины песочным напылением дальше забота руках после маникюра защищает от вредного воздействия декоративного лака и конечно заживляет возможные порезы значит после обработки ногтей на кисти то есть когда вы обработали рук ногти нанести скраб и уделять внимание кутикуле дальше руки моются вытираются насухо обрабатывается жирным кремом то есть может быть питательный или это в банке что я показывала долго делаем массажик рук и только потом наносится база лак и финиш представляете то есть не так как многие делают привели ногти в порядок там обработали то все и затем база и так далее нет после вот этого всего что вы сделали с ногтями подготовку к нанесению только потом идет скраб крем и атака крем надо чтобы прошло время и только затем краситься ногти вспомогательные средства то что мы говорили ванночка гипоаллергенная жидкость для снятия лака девочки наша жидкость мега крутая она самый стойкий лак смывает очень быстро очень быстро и особенно те кто любит песочные лаки то есть те которые с блесточками мега круто снимает с первого раза кстати кто сталкивался ставим пятерочки что когда ты долго не можешь смыть лак и в итоге подушечки пальцев как стареют такие такие размокшие как получается или что это значит что уже вам жидкость для снятия лака не подходит вот а наша жидкость она любой лак вот даже вот эти песочные которые просто неимоверно как смыть очень быстро все смывает плюс не имеет вот этого неприятного очень лака дальше средства для кутикулы у нас этого тоже предостаточно стерильные салфетки понятное дело и питательный крем такс уже заканчиваем и поговорим про сезонный уход за руками и так зима понятное дело руки требуют особого ухода водные процедуры не должны превышать 15 минут значит то есть если у вас гипер уборка мега уборка чтобы во первых перчатки во вторых не более 15 минут ну про прием ванной я молчу благо у меня руки не в воде постоянно потому что когда я лежу в ванной меня в руках телефон это наверное спасает но вот а ноги не повезло ногам дальше после ванны и душа не обязательно увлажняющим средством девчонки мы об этом будем говорить когда-нибудь тело тоже не забываем что после ванны и душа обязательно крем для тела но я приверженец так как я не могу у меня не хватает времени я перешла на спрей и очень и очень довольна дальше питательные маски для рук один раз в неделю не забываем про перчатки значит зимой ногти становятся хрупкими даже если они вас гель лаком поэтому ванночки и не забываем конечно крем для рук и ногтей парафинотерапия незаменима у нас зимой ну и витаминчики весной опять же не хватает витаминов поэтому обращать внимание на составчик крема стараться чтобы крем был с витаминами и пользоваться два раза в день крем можно наносить весной вот я этого тоже не знала на слегка влажную кожу вот вы просто попробуйте непривычно очень непривычно но потом руки и принципе даже тело просто бомба вот просто попробовать но не летом а весной дальше во время уборки хозяйственной перчатки так весну необходимо пользоваться обязательно средством для кутикулы делать маникюр раз в неделю это если вы сами делаете и давать ногтям своим вот кто пользуется лаком отдохнуть от декоративного лака неделю в месяц это конечно очень тяжело но представляете как правильно ухаживать весной ну и конечно ванночки вот солью и скраб для рук летом значит перед выходом наносить солнцезащитный крем мы с вами определились что это защитный дальше после мытья тщательно вытираем руки увлажнять ногти и кутикулу порезы и все раны обрабатывать сразу они просто там промыли и так далее если сильный порезик обработали и заклеили лейкопластырем в жару любые повреждения кожи очень опасны поэтому если вы сгорели порезались у вас укусы насекомых и там раздражение пошло нужно защищаться чтобы солнце туда не попадало так про маникюр я думаю понятно перчатки тоже мы говорили и во время отдыха на море отказаться от декоративных лаков почему я даже сама лично знаю таких людей которые допустим ходят со своими ногтями но как только они едут на море и так далее они обязательно делают вот гель-лак допустим летом кожа сохнет поэтому чем чаще пользоваться кремом тем лучше ну и обязательно пользоваться перед сном обязательно так осень нас ветра дожди поэтому опять же скраб так что видим что скраб рекомендуется и весной и осенью маски можно делать из оливкового масла и морской соли парафинотерапия опять же осенью так и за полчаса до выхода обязательно использовать крем руки моем теплой водой и конечно правильно питаемся так и девчонки мы с вами пришли к выводу что руки выдают возраст женщины любой быстрее чем даже лицо и шея поэтому визиты косметологу без ежедневного самостоятельного ухода могут быть бесполезны как бы вам косметолог не хотел помочь но если вы сами ничего не делаете вам ничего не поможет ну и чтобы сохранить красоту и молодость рук нужно сочетать и профессиональный уход и домашние какие-то средства а сейчас кто у нас остался мы сейчас делаем небольшой экскурс в личный кабинет где быстренько все посмотрим и рассмотрим нюансики значит сейчас я перехожу видно экран сейчас я чтобы видеть все мы уже будем заканчивать отлично личный кабинет так уход средства для рук значит вот что я говорила что у нас есть крем для рук и детский вот пожалуйста крем для рук который сейчас дарят это возрастной крем но им могут пользоваться все у кого очень сухая кожа рук у кого различные бывают микротрещины и так далее это именно для чувствительной кожи рук поэтому если вы еще кстати не обработали своих получается желтеньких кто у нас бизнесе им дарят крем все зависит от того как вы преподнесете людям информацию вот крем который я говорила вам сейчас он без акции я люблю такие кремики брать когда они бывают на акции но кто в беларуси значит вот он нас сейчас 7 19 иногда бывает где-то до 5 рублей по каталогу поэтому я обязательно беру такой кремик и всегда держу его для подарков крем для ленивых как я говорю его можно использовать здесь идет во первых восстановление ph поэтому идет и для лица и для руки тела 20 плюс можно пользоваться легко можно брать с собой где-то в дорогу чтобы сразу все было но вот он легкий крем просто увлажнение опять же крем для тех же ленивых как я говорю но кто любит пахнуть вкусненько потому что если здесь нейтральный аромат эти вот крем идет у нас персик можно как крем для тела для рук но я еще раз повторюсь любитель именно для рук мистовый спрей вот этот крем медовый идет восстанавливающий он жирнее то есть вот этот крем я даже рекомендую попробуйте девчонки именно для сухой кожи будет очень классный прям очень классный я даже типа такого крема просто у меня еще остались старые упаковки у меня муж пользуется после бритья у него чувствительная кожа и вот именно такой крем ему очень и очень нравится но у него в старой упаковке вот тоже такой медовый дальше крем для рук против пигментации это идет для тех перед менопаузы 50 плюс вот питательный крем помним что питательный крем он всегда жирнее для тех кто любит вкусненько вот вам пожалуйста малиновый мельфей дальше у нас питательные еще посмотрим вот happy hands питательный опять же может быть ночным груша лайм вот бьюти кафе я думаю вы видите почти все питательные увлажняющие увлажняющий крем может быть написано увлажняющий или же все что называются витаминные они идут увлажняющие вот такие наборчики шикарно брать себе допустим дорогу или же на подарки здесь идет девчонки защитный увлажняющий и питательный то есть три в одном правда они по моему по 30 миллилитров но вот это вот такие или дорожные варианты или же на подарки вот крем барьерный значит смотрите здесь дальше нету нигде где написано защитный поэтому вот этот крем барьерный есть защитный крем happy hands увлажняющий но само по себе омолаживающие это дешевый аналог возрастного но если у вас есть какие-то проблемы больше рекомендую вот такие восстанавливающий но само себе говорит если вы не любите отдушек рекомендую крема серии лап они почти не имеют запаха вот увлажнение и питание у меня увлажнение на офисе он такой жиденький очень жиденький прям течет расход минимальный и впитывается быстро его кстати у меня берут девчонки медики под перчатки он быстро впитывается потом ну как бы комфортно в перчатках сразу скажу серию биоси я не пробовала кто пробовал пожалуйста напишите или в чате или здесь я не пробовала ничего не могу сказать но хорошо анжелика поняла значит но вот они сами о себе говорят что вот вам пожалуйста увлажняющий вот вам пожалуйста питательный и ночной ночной это будет здесь более сильное действие вот анжелика спрашивала крем для руки и ногтей вот это тот крем который я рассказывала что имеет неприятный запах ну лично для меня здесь жажоба депантенол сейчас зайду зайду покажу но вот этот крем очень крутой это из той серии что я говорю про руки вот подсолнечник алантаин депантенол у меня его берет всегда как только на акции просто по 2 по 3 банки женщина которая всю жизнь работает на улице артикул 21 86 очень крутой крем прям очень как говорится проверено значит витамины это идут увлажняющие если у кого-то шелушится кожа рук сухая кожа рекомендую увлажняющие перчатки вы знаете что у меня такой проблемы нет поэтому я их не брала но у нас были еще носки носки вот не знаю если нет то носки крутые значит перчатки по моему 15 применений без крема а затем уже теряет свойства и а носки есть отлично и получается затем уже наносите крему и опять же перчатки удобно когда вы допустим там лежите там телевизор смотрите или просто прилегли отдохнуть там примеру масочку надели кто-то на ночь надевает носки то я сто процентов на ночь надевала и чем мне не нравится они не сваливается то есть если ты легла в носках ты проснулась носках и потом как я смеюсь в ванной можно поскользнуться такие классные ноги значит моются они легко очень легко выворачиваешь они с обратной стороны вовсю пропитаны силиконом открыл вывернул в обратную сторону я например беру на руку жидкое мыло намочила протерла 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 каждый пальчик и все никаких вопросов они высохли с этой стороны затем вывернула с другой стороны высохли и потом опять пользуешься но их мыть очень редко но вы сами по себе будете видеть валентина мы заканчиваем уже так так скоробеси вижу так для ног на наталья какой пользую пробовали для ног лав значит гель вот для маникюрных и педикюрных ванночек значит появился супер вот я просто его не пробовала что касается для ногтей вот есть гель для удаления это у нас новая серия и если вы посмотрите здесь очень крутые составы закуплены еще давно на них пишут из германии поэтому девчонки рекомендую вот средства для обезжиривания ногтей это для тех кто занимается сам маникюром я повторюсь у меня этим всем занимаются профессионалы средства для снятия лака универсальный бальзам концентрат рекомендую на сильно сухую кожу значит я думаю многие и слышали и пользовались в нашей компании конкурент было смягчающий крем в баночке вот это типа такой только без задушек и вот именно на сухие участки то есть вот локти колени пятки у кого-то бывают прямо грубые места идут на руках же на эти как их мозоли вот эти сухие все девчонки не как крутая штучка экспресс карандаш за кутикулой смягчение мега крутое дальше питательное масло для ногтей и кутикулы но опять же повторюсь понятное дело если вас гель-лак вы ногти не напитаете но кутикулу пройтись вот даже если вы пришли после маникюра дня три-четыре очень рекомендую просто повтирать вот это масло чтобы она и росла меньше кутикула и плюс не было вот различных заусениц вот я девчонки когда начала ходить на профессиональный маникюр ну повторюсь где-то 13 лет я забыла что такое заусеницы и так далее и тому подобное а раньше было у меня такое тоже пилка для удаления кутикулы это опять же для тех кто все делает сам пилка стеклянная то что я говорила на здоровые ногти то есть если вы не чувствительные ногти маникюр набор для маникюра педикюра и что-то я не вижу еще пилочка может здесь это есть еще пилочка металлическая и сверху для обрезания кутикулы очень острая кстати штучка очень острая может здесь она у меня и здесь ее нету в общем одним словом девчонки у нас так стакс возвращаюсь у нас есть на что развернуться есть что купить и просто взять и попробовать и перед тем как закончить хочу вам еще раз показать свой уход значит скраб и пилинг дальше увлажняющая маска для лица которая идет для рук рекомендую легкий увлажняющий кремик такой и остатки вот такого мне этот крем чем нравился это у нас малиной белый шоколад что он идет шел питательный крем для рук и ступней очень крутой я его всегда делала на ночь а вот бьюти кафе и витамании идут легкие увлажняющие крема для рук и ногтей дальше крем флюид кто-то спрашивал артикул 1252 это опять же легкий крем увлажняющий можно использовать для рук можно использовать для тела можно использовать для лица крем для ленивых как я говорю 20 плюс легко или просто как увлажняющий кремик ну и самые жирные кремики которые у нас есть это love 2608 и серия зима сейчас их нет но у нас всегда каждую зиму каждой зиме выпускают новую серию зима всегда поэтому ждите где-то в октябре он появится берите пачками дарите всем на новый год будь то мужчина будь то женщина неважно каком возрасте и возьмите обязательно себе и лайфхак не от меня а от моих покупателей на пв которые раскрыли мне секрет секретов если у вас грубая кожа рук особенно это часто можно встретить мужчин мозоли различные вот эти мои слова вылетела как они называются бородавки и т.д. и т.п. чтобы их размягчить девочки лайфхак гладкие пяточки 1661 или сейчас на акции 100 миллилитров нанести на ночь можно надеть перчатки можно без них и потом мега крутая кожа да мне рассказала женщина глубоко пенсионного возраста я над ней прикольнулась говорю вы что его едите она говорит толечка я его использую для рук ну здесь как бы запах неприятный но сами понимаете если у тебя страшные руки спасаем чем только можно на этом у меня все молодцы час 40 мы с вами мега крутышки всем спасибо кто пришел мужу скажу было 19 человек всем пока ну и жду обязательно отзывов в нашем чате твой старт чтобы девчонки можете продукции писать чтобы приходили снова ну и следующем каталоге у нас новая встреча все всем пока пока рада была вам быть полезной